Современный гостиничный комплекс появится в центре Ульяновска. Правда, строить ничего нового не будут. Речь идет о реконструкции визитной карточки города, гостинице «Венец». На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Русских подписал соглашение с гендиректором Азимут Хотлс Компани Максимом Радовским. За полный ремонт здания возьмется крупнейшая гостиничная сеть. Мы сразу, я и моя команда, задача в том, что необходимо переводить в порядок эту гостиницу. В условиях недостаточности бюджетных средств в бюджете, естественно, мы пошли по пути поиска инвесторов. И остановили свое внимание на группе компаний Азимут, у которых большое количество уже реализованных проектов. Отели пользуются популярностью, отлично выстроен менеджмент, отлично выстроены все бизнес-процессы. Глава региона признался, что переговоры были нелегкими и длились полгода. Но в результате обе стороны остались довольны условиями. Так собственником Венца останется город. Объем инвестиций составит не менее 750 миллионов рублей. Плюс ежемесячно в бюджет будет поступать 2 миллиона рублей арендных платежей. Сейчас перед нами стоит задача глубокого исследования объекта и определения тех приоритетных вопросов, тех приоритетных инвестиций, их направлений, которые будут сделаны в первую очередь. Но ориентируемся, конечно же, на то, чтобы гостиница «Венец» стала Азимутом, превратилась в настоящую визитную карточку города и стала точкой притяжения для гостей города и для его жителей. На этом привлечение инвесторов на Ульяновскую землю не заканчивается. В этом году регион организует индустриальный тур для инвестиционных команд из других регионов. Об этом договорились с главой Российского союза промышленников и предпринимателей. В сложных условиях санкционных ограничений мы видим, что у промышленности Ульяновской области есть потенциал для развития, в том числе и потенциал импортозамещения. Во-первых, созданы достаточно современные и продвинутые предприятия, есть развитая система инструментов поддержки инвестиций, есть высокопрофессиональные команды в продвижении инвестиций. По словам Шохина, у Ульяновской есть чему поучиться. Да и важен обмен мнениями по поводу дальнейших инвестиций в нестабильное экономическое время. Первый такой тур пройдет уже в июле. Обсудили и вопросы кредитования инфраструктурных проектов. Также будем обращаться к правительству с вопросом уменьшения процентной ставки по кредитам ВЭБа под инфраструктурные проекты, потому что ставка 7-9%, она, конечно, для крупных дорогостоящих проектов непроходимая. Мы считаем, что максимум 4% – вот тот порог, на котором серьезные инфраструктурные проекты можно реализовывать. Инвестиционный бюджетный кредит и мощный инструмент для развития регионов, считает губернатор. Поэтому Ульянск готовит обращение в федеральное правительство.